Приветствую друзья! Сегодня поговорим о небольших токарных станках с очень необычной конструкцией. Отличаются они тем, что об авторах и названиях до сих пор ничего не известно. Однако по форме и конструкции мы можем предположить страну и год создания. Возможно некоторые из них сделаны в единичном экземпляре. Не знаю как вам, но каждый раз просматривая и анализируя такие станки, у меня складывается впечатление, что раньше люди обладали более широким взглядом на оригинальность конструкции металлорежущих станков. Причем зачастую такие шедевры обладали большим функционалом. Каждый станок как произведение искусства с точными и аккуратными деталями, которые вызывают восхищение даже при осмотре и оценивании. Однозначно в эту категорию можно внести вот такую малютку с размерами в 90 на 230 мм, который предположительно появился в Восточной Германии где-то в 60-х годах 20 века. На первый взгляд мы замечаем довольно простую конструкцию с предельно угловатыми деталями. Но несмотря на его скромные размеры, каждая из них имеет относительно внушительные формы. По сути своей станок позиционируется как модульный прецизионный. И если разобраться в чем состоит его модульность, то как минимум мы видим легко отделимые детали. Сделано это скорее всего для упрощения изготовления тех самых отделов станка. Ведь как мы видим, это максимально простая конструкция, состоящая из плоских продольных направляющих квадратного сечения, вероятно получившейся путем фрезеровки центрального продольного сквозного паза в чугунной плите. Честно говоря, более простую конструкцию направляющих я не встречал. Соответственно данный направляющий является по совместимости и станиной станка. К сожалению на фото не совсем понятно, однако передняя направляющая имеет выступ пирамидальной формы по всей длине. Продольная подача, как и во многих станках такого типа, прикручивается на нужном расстоянии от заготовки и соответственно не имеет продольно расположенного ходового винта. Да он собственно и не нужен, учитывая относительно немалые ходы поперечной и продольной подачи. Соответственно 90 и 60 миллиметров. Передняя бабка, как и весь станок, имеет заурядную конструкцию, шпиндель которой вращается в бронзовых втулках. Однако за ней можно заметить не часто встречающийся механизм с четырьмя шкивами, предназначенный для выбора скорости передачи вращательного момента на шпиндель в довольно широком диапазоне путем перебрасывания кленовидного ремня. Задняя бабка ничем не примечательна, кроме короткого хода пиноли, по словам хозяина станка. Как вы понимаете, предыдущий станок самый простой из рассмотренных. Сейчас я покажу станок, который своей конструкцией вызывает много вопросов и я надеюсь с вашей помощью мы их решим. Собственно речь идет о вот таком малютке, предположительно родом из Франции или Швейцарии, который точно появился до 1910 года. И представляет собой станок, предназначенный для обработки маленьких деталей. По сути это часовой станок, однако судя по его деталям, назвать таковым язык не поворачивается. Станина представляет собой мощную литую балку с призматическими продольными направляющими на ней. Левый конец данной балки представляет собой часть корпуса передней бабки. Вся эта конструкция фиксируется к столу при помощи единственной ножки. И это вполне ожидаемо для станков такого типа. Удивляет на самом деле совсем другое. Вы только взгляните на эту непропорционально большую поперечную подачу, элементы которой максимально смещены от центра станка вперед. Вы когда-нибудь видели, чтобы малая продольная подача находилась под поперечной, причем со смещением вперед? Даже не представляю для чего так сделано, может у вас есть какие-то догадки? По крайней мере это привело к тому, что для вытачивания конусов, вращение на нужный угол вокруг вертикальной оси происходит за счет поперечной подачи, что также необычно. А теперь посмотрите внимательно на расположение градуированной шкалы. Под ней можно заметить болт, вокруг которой и вращается продольная подача. Его расположение почти на середине малой продольной может вызвать обмачивое предположение, что вращается может и малая продольная подача. Однако же она не перемещается вокруг вертикальной оси. Вот такой парадокс. И это не все странности. Если посмотреть на станок сверху, то отчетливо можно заметить еще одну необычную деталь. Рядом и параллельно с винтами поперечной продольной подач находится еще один винт, также с трапециедальной резьбой, но более крупным шагом. Возможно между ними находится какой-то механизм для понижения передачи, обеспечивающий более точную скорость подачи. А вы как думаете? А вот, пожалуй, самый странный станок, что я видел. Также необычно то, что о нем совершенно ничего не известно. При первом взгляде создается впечатление, что это обычный большой промышленный токарный, станина которого была обрезана по максимуму. Или что взяли суппорт от большого станка и приделали к настольному. И ведь понятно, что станок целевой и выполнял какую-то одну задачу на производстве, но все же он весьма нетривиальный. Вот такие у нас сегодня, мягко говоря, необычные станки. Было бы интересно узнать, нравится ли вам такая тематика или нет. Комментарии всегда открыты и читаю все. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok